...оказался современным и в то же время пример оказался историческим. Речь пойдет об очень влиятельной женщине, один рощер пера которой влияет на судьбы и на миллионные капиталы. Эту женщину зовут Анна Винтур, она англичанка и много-много лет она является главным редактором, так если сокращенно, журнала Vogue. Vogue это мирового масштаба, типа Бурда Моден, журнал последних новинок моды, одежды, дизайна, и она одна из первых лиц мирового Vogue. Женщина-зверь, не в смысле внешности, а вот тут как раз вот эта интрига нам и поможет. Она пишет Анна Винтур, потому что она пришла просто журналисткой когда-то туда работать, писать о них, а потом оказалось, что не она о них пишет, а они под нее подстраиваются. От одного ее звонка или рощерка зависит, бренд поднимется какой-то или навсегда уйдет в историю. Перед ней трепещут все дизайнеры, все модные дома трепещут перед ней, потому что одно ее слово, она 49-го года рождения, она наша современница, это одно ее слово, и либо бренд взлетит до небес, а это многомиллионные продажи, контракты, там вращаются бешеные капиталы в этой индустрии, ну потому что мода, все хотят быть модными, все хотят быть в тренде, или она опустит и тогда все. И вот натальная карта Анны Винтур как раз стала предметом борьбы для вопросов для астрологов, и вот выручила ситуация, которая произошла в 2006 году. А как получилось? С ней работать очень трудно, ну как с любой харизматической личностью, потому что она всех жестко подавляет, всех прессует, но чтобы был результат. Ее бывшая секретарша, тоже журналист, уволилась и написала книгу мемуаров об Анне, о том, как тяжело, ну вот что там в этом воге происходит, как все перед ней дрожат, все ее боятся. И было это в 2003 году. Через три года решили снять художественный фильм «Дьявол носит Прада». Ну Прада это бренд, а Дьявол это она. Она как прототип. Ну там не говорили, что это именно она, имя было вымышленное, журнал тоже называли в фильме не вог, то есть прямых указаний, что это она не было, но все понимали, что это она. И получилось так, что, это вообще удивительная история, когда начали снимать фильм, она об этом узнала, Анна, и пришла в ярость. Она решила, что о ней там будут плохо, что это пасквиль, а в фильме, чтобы фильм был интересным, придумали всех дизайнеров живых пригласить это камео, чтобы они сами себя сыграли в фильме, не актеры, а они сами. Она позвонила каждому и сказала, если только посмеешь явиться на съемки, считай, что в мире моды ты труп. То есть для тебя журнал каждому, то есть она звонила, угрожала, шантажировала, все испугались, кроме Валентина. Единственный, кто оказался камикадзе, ну то есть проигнорировал ее запрет и принял участие, всех остальных играли в итоге артисты, потому что сами дизайнеры струхнули, насколько она всех там затерроризировала, звонила каждому, что только попробуй, только посмей сняться в этом фильме, считай, что твоя карьера в высокой моде закончилась. В итоге фильм вышел, и когда он вышел, оказалось, что он шедевр, и что зря она так себя вела, ее пригласили на премьеру, она явилась в костюме от Прата, чтобы все понимали, что это о ней. Да, и потом она даже подружилась с той, которая сыграла ее, это была Мэрил Стрип, ее сыграла, и они даже подружились, они встретились, и тут астрологи поняли, как гениально сработала астрофизиогномика, так мы делаем, когда два человека, как бы, очень оказываются, ну, как братья или сестры, и мы знаем время рождения одного, ну, его натальную карту, то мы можем, как бы, использовать это для натальной карты другого человека. Получилось, что, как бы, вот, ну, это вот секретарша, да, секретарша вот эта вот, которая там увидела, видите, это с рожками стоит дьявол, директриса, директриса дьявол, которая из каждого выжимает все соки и относится к людям просто как к расходному материалу, но самое главное, так на самом деле и есть. Они даже подружились, я хотел, чтобы вы посмотрели теперь, как происходит ректификация. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот у нас натальная карта Мэрил Стрип, это вот актриса, которая ее сыграла, ее время рождения известно точно, и самое интересное, что они оказались одногодки, они обе 49-го, они ровесницы, только Мэрил Стрип родилась в день летнего солнцестояния, 22-го июня, а настоящая монстр, она скорпиониха Анна Винтур, она родилась 3-го ноября, но обе 49-го года. Итак, посмотрите, что мы делаем. Нам нужно взять отсюда не всю натальную карту, а только что, асцендент, потому что ректификация это в первую очередь установление асцендента. Когда ты не знаешь, то тебе нужно либо хорошо человека знать, ну то есть как-то войти с ним в контакт, либо в фотографии, либо так вживую, а если такой возможности у нас нет, сблизиться с человеком, понять поближе его, тогда у нас вот этот вариант работает, ректификация через аналога, это называется. Ректификация через аналога, когда есть люди удивительно похожие, но они при этом совершенно не родственники, вообще посторонние друг другу, и ты знаешь время одного, даже нам не время нужно, а что нам нужно? Асцендент, да, потому что в разные месяцы, июнь, ноябрь, там разное получится время, главное у них одинаковый у этих людей асцендент, и вот это то, что нам нужно. Итак, вы обратили внимание, асцендент у Мэрил Стрип, американской актрисы, которая исполнила Анну, потом создатели фильма сказали, Анне, ну что же, зачем же вы так с нами? Да, она еще звонила в эти, где висят эти платья, ну для фильма нужно было много этих вот одежды всей этой модной, она звонила и то же самое угрожала, чтобы ничего на съемки не давали, ну никаких модных вещей, а ей потом сказали, ну зачем же вы так с нами? Мы же вас не называли, ну то есть, кто догадается, что это вы? Ну она, в общем, признала, признала, что она была не права, и в общем фильм получился хороший в том плане, да, она монстр, но монстр, заслуживающий уважения, потому что она дикий трудоголик, который работает 24 на 7, чтобы держать ту позицию, как бы главы всех модных домов, она трудоголик, у нее нет вообще в жизни ничего, кроме работы, так, так на самом деле и есть. Значит, асцендент 3 градуса льва, запомнили? Это факт, то есть, это как бы мы получили как факт, потому что у прототипа время рождения известно. Да, можно тут еще подректифицировать там до секунд, но здесь это уже не так важно. Главное, мы знаем, что асцендент у этой женщины в каком знаке? Которая всеми командует, на всех рычит, всех заставляет трудиться, асцендент во льве в третьем градусе. Значит, сейчас мы будем делать натальную карту уже Анны Винтур, тоже с асцендентом во льве, и будем смотреть, подойдет ли ей третий градус. То есть, мы поставим на асцендент то же самое. Это называется рептификация по прототипу. У нас у всех есть прототипы. Просто мы с ними не знакомы, но у каждого человека есть на Земле те, кто очень сильно на вас похожи. Вы на них, хотя бы посторонние, но вот берем их натальную карту и более-менее понятно, что я объясняю. Да, вот так получилось в истории с Анной Винтур. Давайте посмотрим ее натальную карту. То есть, Мэрил Стрип мы покидаем. Вот, еще я хотел вам показать, не знаю, если получится, интернет позволит, прекрасная сцена, когда они встретились, и они записали такой мини-фильм даже, ну как друг с другом, Мэрил Стрип и Анны Винтур. Вот, посмотрите, просто гляньте, как это происходило. Это, знаете, когда вот встречаются люди, когда встречаются вот так вот люди, которые очень похожи, близки, но я не знаю, загрузится, не загрузится, интернет потянет или нет. Сейчас посмотрим. Пока запишите, пожалуйста, данные. 3 ноября 49-го года, место рождения Лондон. Да, вроде бы, вроде бы загрузился ролик, но будет зависать. Это вот показано, как Мэрил Стрип приехала, это не фильм, а реальность, в офис, где сидит Анна Винтур. Приехала в офис Лога. Сейчас немножко-немножко подвисает, но вот, вот она в лифте едет к ней навстречу. Это Мэрил Стрип от Кинси. А это Анна Винтур, львица настоящая. Анна Винтур. И вот сейчас произойдет их встреча. Видите, все бегают, все боятся. Все бегают, все боятся. Все, могу я взять ваше пальто. И вот она входит в ее кабинет, смотрите. Видите, когда Мэрил встречается с Анной. И видите, они обнялись, поцеловались. Спасибо большое за что-то пришли. И сейчас они сядут, и как две одинаковые, будут друг с другом общаться. Ну, это она как бы извиняется, что она вставляла палки в колеса этому фильму замечательному. И видите, и волосы, вот обратите внимание, даже стильная прическа, и внизу, и внизу, и внизу, и внизу. И вот они сидят, как эти вот, две чужихся женщины, но не общаются, как будто они сестры. Если посадить Мэрил Стрит на ее место, то сотрудники будут реагировать так же, как на саму начальницу Анну. Значит, сейчас мы составляем натальную карту Анны Вилтер по прототипу по натальной карте Мэрил Стрит. Причем эта встреча произошла уже спустя годы после того, как Фейн вышел на экраны. Вы видите, они дружески общаются. И, конечно, ей немножко стыдно. Итак, поехали. Открываем исходные данные. Когда мы это поставим, вот тогда уже можно будет, как обычно мы делаем, по родителям, по событиям. Ну, то есть перейти к уже стандартной ректификации. То есть сначала надо установить асцендент, а потом все остальное. Скажите, вот этот принципиальный момент понятен для тех, кто без времени рождения или время знает не очень хорошо. А важные черты каждого асцендента. Это наша тема, которого мы добивались, между прочим, коллеги, ей скоро, через месяц, 75 лет. Я про... обеи мне, чтобы они одногодки. 75 лет. И что вы думаете? Несколько лет назад Анна Винтур получила еще одно повышение. Ее назначили директором по контенту всех журналов моды во всем мире. То есть она стала еще выше, чем была. Ее карьера продолжается. Скажите, а это хорошо, северный узел в 10-м доме? Конечно. Ее узлы поддерживают. Поэтому она еще лет 20 отработает успешно. Потому что у нее вот северный в 10-м. И ей это идет на пользу. И если бы мы знали ее натальную карту и общались, и она начала вот это вот нападать на создателей фильма, вы бы сказали, что ты делаешь. Наоборот, северный узел в 10-м доме, это же тебе только слава дополнительная на пользу пойдет. Ты им наоборот не препятствуй, а помогай, что ты творишь. Она потом это поняла. Потом поняла, что она неправильно себя вела, признала свои ошибки. Ну и без ее помощи фильм получился. Так что в любом случае все вышло замечательно. А сейчас, коллеги, общий принцип вы поняли. Но мы не довели ректификацию до конца. Есть же смерть родителей. Ну, он уже возраст большой.